День с толком Здравствуйте! Смотрите выпуски. Поиски продолжаются. В Рудцовске третьи сутки ищут семилетнего ребенка. Почти ли минутой молчания. Барнаук присоединился ко всероссийской акции «Свеча памяти». Стихи, песни, народные гуляния и почетные гости. Мое детство и, в общем-то, мое становление прошло исключительно под его песни. Как в крае прошел фестиваль имени Роберта Рождественского. В Рудцовске продолжаются поиски семилетнего мальчика, который пропал в конце прошлой недели. Ребенка ищут пожарные, спасатели, полиция и волонтеры, сообщили нашему телеканалу в пресс-службе МЧС. Мальчик исчез вечером 21 июня на пляже реки Аллеи. Водолазы уже осмотрели водоем, но найти мальчика не удалось. То есть вода мутная, видимость очень плохая. Спасатели рассматривают две версии. Ребенок мог утонуть или заблудиться в лесу, который находится рядом с пляжем. Поиски продолжаются. Только он не вернулся из боя. В Барнауле в день памяти и скорби почтили память погибших солдат. С минуты молчания началась всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». В ней приняли участие полицейские, ветераны и курсанты юридического института. Вместе с ними цветы к памятнику обелиску возложил и губернатор Виктор Томенко. Одновременно по всей стране зажглись миллионы свечей, как горящие сердца современных поколений, в знак благодарности за подаренную возможность жить под мирным небом. Сегодня мы, зажигая свечи в этот день памяти, даем понять всем, что мы никогда не забудем годы наших зоотечественников. Также в минувшую субботу на родине Роберта Рождественского в селе Косиха масштабно отпраздновали день рождения поэтам. Гостей встречали стихами, песнями, народными гуляниями. Сегодня в Косихе фестиваль Роберта Рождественского. И это здесь практически государственный праздник. Я приехала сюда впервые и решила составить универсальный маршрут. Начать свою экскурсию я решила с похода в музей. Здесь мы познакомимся с Робертом Рождественским. Пойдем со мной. Роберт Иванович встречается с молодым тогда композитором Александром Флерковским, который приехал на Алтай для сбора песенного материала. Надо сказать, что семья Рождественских каждый год регулярно подпитывает наш фонд новыми экспонатами. И вот в этом году дары были тоже бесценные, все можно назвать. Во-первых, это портрет самого Роберта Ивановича, работы известного знаменитого художника Никаса Сафронова. Причем выполнен в необычной манере для самого художника. И вызывающий такой интерес у публики, которые знают, разбираются в живописи, что это какое-то такое очень необычное новое слово. Во-вторых, в большой комплекс материалов привезен фотографии, документы, письма, связанные с жизнью Веры Павловны. Это мать поэта. Ну, вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы следующее поколение не утратило вот эту любовь к Роберту Ивановичу, потому что мое детство и, в общем-то, мое становление прошло исключительно под его песни. Но мы даже не знали, что они все его. У следующей нашей остановки очень романтичное название – «Яр любви». И это основная площадка фестиваля Роберта Рождественского. Здесь развлекают гостей. 91 мне, я не буду горевать. А сейчас тушки сочиняю, буду их и распевать. Конечно, с тушек много, знаю еще, думаю, их полно. Приезжайте к нам, говорите, за счет тушки меньше. Мы всегда ходим, мы местные, всегда приходим и с удовольствием отдыхаем здесь. А почему? Ну, почему? Он наш земля. Как, почему? Интересно, здесь весело, хорошо, артисты приезжают с городом. Интересно общение, разнообразие. Как говорится, приобщаемся к массовой культуре. Ну и кульминация сегодняшнего вечера – это концерт. После того, как мы погуляли по ярмарке, посмотрели на народные пения, пришло время культурно обогатиться. Пока все ждут Свиридова и Дятлову, наблюдаем пение капелла. ПЕСНЯ 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 Праздник здесь продлится до позднего вечера, но я настоятельно рекомендую вам оторваться хотя бы на мгновение, чтобы провести время здесь, на яре любви, и полюбоваться природой. Дарья Демилер, Николай Шилко, День с толком. А сейчас блок полезной информации. В Павловском районе на днях завершился День сибирского поля. В форуме участвовало около 300 компаний. АМ Холдинг предложил, пожалуй, самое необходимое для фермеров – автомобили. АМ Холдинг – единственный официальный дилер Toyota Lexus Volkswagen Audi в Алтайском крае представил свои автомобили на дне сибирского поля. В автосалонах не задерживается ни один автомобиль, но популярнее всего Toyota Camry Land Cruiser Prado Lexus RX. В наличии в салонах более 200 автомобилей. Все они адаптированы под сибирские условия и доступны для тест-драйва. Основной момент, который сейчас выделяет нас – автостроительство нового полноразмерного современного дилерского центра Toyota и Lexus. Он строится на Павловский тракт 164А рядом с действующим салоном Audi и Lexus. Этот салон будет самым новым в Алтайском крае. Откроется новый автоцентр в начале 2020 года. Его площадь будет более 6000 квадратных метров. А пока покупатели ждут в автосалонах Барнаула на Попово 165 и Павловском тракте 164. А технику для профессиональных фермерских нужд представила компания «Триал». На рынке они уже более 20 лет. У них есть машины под любую задачу. Подъемный кран, самосвал, пикап для техслужб или персонала – все это вы найдете в группе компаний «Триал». Организация с 2008 года является официальным представителем марок «Исузу» и «Вэко», «Джак», «ТСМ», «Ничиу». На пике популярности сейчас зерновоз бренда «Исузу». Это и понятно. Конкурентов в своей нише он не имеет. С обязанностями справляется на отлично. И стоит доступно. Технику поставляем в кратчайшие сроки. Наша техника приносит максимальную прибыль клиентам. И, собственно говоря, мы осуществляем техническую поддержку для бесперебойного выхода на линию наших автомобилей. Качественный прицеп. С учетом предпочтений клиента в рамках Алтайского дня поля гостям и сельхозпроизводителям Сибири представили техническую новинку, которая отлично подойдет для грузоперевозок. Компания «Алтайкузов» совместно с заводом «Ставприцеп» занимается выпуском прицепов нового уровня. Профессионалам отличия от конкурентов видны даже невооруженным взглядом. Наши прицепы заметно отличаются своими параметрами. Длина от 5,5 до 6,5 метров. Высиленная подвеска и удлиненная рама создают уверенную устойчивость на дороге. Удобно и он, как говорится, железный, нормальный. Высокое качество наравне с доступной ценой от производителя. При этом компания готова создавать продукт по оригинальному заказу клиента. Например, самосвалы на шасси «КамАЗ». Как новых, так и с пробегом, с предоставлением гарантии. Со спальником, без спальника, установка двухсторонняя, трехсторонняя. Шасси по длине подбираем под клиента. То есть делаем все, что закажет клиент и под него исполняем сцепку. Машина получается на шасси БУ, прицеп новый. Еще одна новинка от компании, которую презентуют на Агрофоруме – оригинальные и удобные тракторные прицепы. Мы производим ремонт тракторных прицепов с монтажом нашего кузова увеличенного объема. К концу 2019 года планируем наладить выпуск новых автотракторных прицепов большой грузоподъемности. Всех, кто планирует выгодное техническое перевооружение, ждут в компании «Алтай Кузов». В завершении выпуска немного о погоде, которая, к сожалению, не радует. Как удалось выяснить нашим корреспондентам, причина дождей и холода на Алтае – влажный воздух с севера Урала. Сегодня столбики термометра не поднимутся выше 13 градусов. По разным прогнозам август тоже не особо порадует теплом. Синоптики обещают настоящую жару только в июле. Но есть и хорошие новости. К выходным столбик термометра должен показать до 32 градусов тепла. Также по прогнозу гидрометцентра следующая неделя в Барнауле будет дождливой, с грозами, но при этом жаркой. Кстати, ровно год назад, утром 24 июня, край приходил в себя после мощного урагана. Тогда стихия разрушила десятки домов, повалила сотни деревьев только в Барнаульском дендраре. Ущерб от урагана составил более 10 миллионов рублей. Последствия непогоды в регионе устраняли несколько недель. Какой будет погода сегодня, узнаете сразу после новостей. Спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. До встречи.